ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Готовимся к лету. Сколько лагерей загородных примут наших детей этим летом? Ну, администрация города Хабаровска координирует несколько загородных лагерей. Это лагерь имени Константина Заслонов, он находится в Вяземском, лагерь имени Кашевого на Воронеже, лагерь имени... Нет, лагерь Мир Детства, а также на Воронеже спортивный лагерь Олимп на Бычихе. Ну и кроме того, есть несколько смен, которые организуются при помощи администрации города Хабаровска. Это в лагере Океан, также на Воронеже. Это будут профильные смены? Вы знаете, практически все смены, которые проходят в загородных и зрительных лагерях, они профильные, да? Ну, а есть узкоспециализированные смены. Это организация смен патриотической направленности. Они будут организованы абсолютно во всех лагерях. Ну и, наверное, тоже сложно назвать не профильными сменами. Такие вот смены... Я просто сейчас назову название, и вы поймете, да? Там мир, в котором я живу, смена такая есть. Или там звезды нашего лета для детей творческих, одаренных, да? Ну, я гражданин и патриот России, да? Поэтому каждое название, которым называется смена, можно сказать, что смена абсолютно профильная. Спортивные смены будут? Будут. Они организованы в спортивном оздоровительном лагере «Олимпедэта» на Бычихе. Его курирует у нас управление спорта и физической культуры. Поэтому там специфика этого лагеря, что практически все дети, которые отдыхают, являются учениками детско-юношеских спортивных школ, различных секций, спортивной направленности. Мэр города ставит задачу по повышению наполняемости лагерей. В том числе этот вопрос разрешить с помощью развития и разработки программ увлекательных для детей. Педагоги уже подготовили такие программы? Педагоги подготовили, безусловно, и сейчас идет обучение на базе как лагерей, так и буквально в 20-х числах апреля состоится выездная краевая школа подготовки вожатского корпуса. Наши вожатые инструкторы примут там также участие, после этого получат, собственно, сертификаты. И после этого уже будут заключены с ними трудовые договоры с администрациями лагерей. И другой вопрос, который напрашивается, наполняемость, что с ней? Наполняемость, фу-ть-фу, хорошая на данный момент, да. Практически, вернее, не практически, а абсолютно все лагеря начали уже реализацию путевок на свои смены. Есть лагеря, которые продали путевки на первую и вторую смену. Есть такой лагерь у нас, он у нас лидер постоянный, ежегодный, который уже реализовал все путевки на абсолютно все свои смены. Это лагерь «Мир детства». Самый главный вопрос, который волнует родителей, это стоимость, как она поменялась в этом году? Ну, стоимость, к сожалению, выросла, да, в связи с ростом стоимости продуктов питания. Для того, чтобы сориентировать немного в ценах, могу сказать так. Стоимость путевки на смену 21 день составляет от 27 300 рублей, это океан, лагерь, до 31 600 рублей, это лагерь «Мир детства». Но при этом, для того, чтобы обеспечить максимальный охват детей в этих лагерях и возможность оздоровиться, сделаны смены различной длительности. Ну и, соответственно, чем меньше количество дней в смене, тем дешевле путевка. Компенсация какой процент сможет покрыть стоимостью? Кроме того, краевым правительством утверждена расчетная стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь. Я сразу уточнюсь, расчетная стоимость, она меньше? Ну, естественно, расчетная стоимость меньше, она составляет чуть более 12 тысяч рублей, это расчетная стоимость. И краевой бюджет компенсирует в зависимости от обеспеченности родителей разную стоимость. То есть, ну, для всех абсолютно категорий граждан эта компенсация 70% стоимости путевки, она составляет 11 600 рублей. Я прошу прощения, 70% это 9 023 рубля. И для малоимущих детей эта компенсация 90% стоимости путевки, она составляет как раз цифру 11 600 рублей. То есть, даже если смена меньше, там будет стоимость меньше, все равно только 90%. Только 90% от стоимости путевки. То есть, ну, естественно, 12 тысяч рублей делится на 21 день и вычисляется стоимость одного дня. Если стоимость меньше, тогда и компенсация меньше будет. Механизм разрабатывался новый подушевое софинансирование. Вот какая разница, в этом году это уже вступило? По душевое софинансирование, софинансирование это касается образовательных учреждений. Как бы к загородным оздоровительным лагерям это не имеет отношения. Ну и вообще, в принципе, как, ну, здесь, хотя бы, то же самое идет, да, деньги идут вслед за ребенком. То есть, по итогам реализации путевок, загородные оздоровительные лагеря подают списки на компенсацию стоимости. И потом уже эти деньги возвращаются, там, по итогам первой, второй, там, третьей смены. На какие еще льготы или субсидии родители могут претендовать? Ну, это традиционно, на самом деле, да. Большинство предприятий компенсируют также часть стоимости путевки. Ну, в основном это, ну, так называемая, там, корпоративная компенсация, да. То есть, все зависит от предприятия, от профсоюза. А профсоюзы тоже могут компенсировать. Городской бюджет оказывает помощь? К сожалению, нет. Не имеем мы на это права. Есть законодательства, которые мы соблюдаем. Но при этом, ну, это в загородных оздоровительных лагерях мы не можем компенсировать. Но у нас же есть такая форма оздоровления детей, как городские оздоровительные лагеря, да, которые действуют на территории города Хабаровска. Вот там мы компенсируем часть стоимости путевки, именно часть стоимости питания. Есть ли какие-то лагеря, которые слетели в этом году, к этому лету, не откроют свои двери? Ну, к счастью, таких лагерей нет. Администрация города Хабаровска уделяет пристальное внимание данному аспекту, да. И делаем все возможное, чтобы сохранить на уровне прошлого года, позапрошлого года, именно охват детей и количество детей, которые смогут у нас отдохнуть. И готовность лагерей на сегодняшний день, как оценивается? Будут ли еще ремонты? Ремонты еще идут. У нас составлены графики приемки лагерей, составлены графики подготовки этих лагерей. Все идет в плановом режиме, и к первым сменам, к началу июня, все лагеря абсолютно будут готовы и распахнут свои двери. И таким образом, какое количество детей смогут у нас отдохнуть этим летом? В этом году это будет цифра порядка 4600 детей. Это больше, меньше? Это на уровне прошлого года. Спасибо большое за информацию. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»